Дорогие художники, всем привет! У нас сегодня продолжение урока про фаны. Мы сегодня с вами будем ставить эксперименты и я покажу, так сказать, на практике, как же мы можем сочетать любые цвета с любыми оттеночками, изменяя колорит под себя, под картину, под нужный нам именно колорит в картине. Итак, ну давайте, например, мы сегодня сейчас посочетаем с вами синий. Ну, к примеру, у нас будет яблоко, яблоко на разных фонах. У меня вот здесь вот, я просто на бум выдавила такие как бы основные необходимые красочки. У нас сегодня будет красный фон, будет синий фон и оранжевый даже, оранжевый фон. И как же мы будем с ними работать. Я вам сейчас покажу, как сочетать любые фоны, любые цвета между собой, чтобы они смотрелись гармонично. Итак, давайте первый у нас, например, будет красное яблоко на синем фоне. Достаточно необычное сочетание, но каким образом мы это все будем соединять? Так, красный не хочу брать, начну с синего фона. Я сейчас, но, смотрите, сразу хочу сказать, вот здесь вот начинаю первую мою работу. Ну, вот, к примеру, да, яблоко сейчас нарисую. Яблочко. Вот, такое яблоко на синем фоне. То есть я фоном уже его зарисовала, но сразу мы, например, выбрали цвет синий фона. Но в синем, чистом мы фон никогда не пишем. Мы его начинаем видоизменять под это красное яблоко. Во-первых, мы добавляем красный сразу в фон. Давайте это сейчас проделаем. И для того, чтобы смягчить вот этот вот цвет, такой насыщенный, темный, бордовый, мы сразу же начинаем его немножко разбелять. То есть искать подходящий, красивый, нужный оттенок. Добавляем также синий. То есть, смотрите, да, у меня уже синий, он вроде бы фон синий, но в то же время он сложно синий. Он читается как синий. Смотрите, вот здесь где-то в некоторых местах я делаю синий с замесом, а где-то я прям добавляю такие вот синие мазочки. Не могу ни мазково писать, да, вы видите. Вот, смотрите, какой у меня уже, он читается как синий фон, но за счет вот этих вот сложных мазков, которые я вначале сам им добавила, да, они, он уже читается как сложно синий и прекрасно будет сочетаться у нас с красным яблоком. Теперь давайте наметим красное яблоко. Но красный он будет у нас тоже не совсем красный, да, мы его начинаем видоизменять и подгонять под фон. К примеру, у нас там будут оранжевые, да, что близко к красному, какие-то цвета, это оранжевый. Плюс еще все это мы разбеляем какими-то охрами, да, и смотрите, что у нас происходит. У нас происходит прекрасное сочетание. Также в красный мы, конечно же, добавляем нужных нам синих рефлексов, которые отражаются от фона. Ну, пусть будет это даже, может, там не яблоко, да, а какая-то вот игрушка новогодняя. Чтобы главное, она сочеталась с фоном. Вот смотрите, абсолютно два противоположных цвета. Я сейчас использую красный и синий. Казалось бы, очень сложно сочетаемых между собой в картине. Но, как вы видите, изменив чуть синий, изменив чуть красный, я прекрасно их подогнала под нужное сочетание. Они у меня прекрасно сочетаются между собой. И за счет вот этой вот мазковости, за счет живости, за счет разнообразия оттенков в фоне, у меня эти цвета прекрасно сочетаются. И так мы можем проделывать абсолютно с любыми цветами, да. Вот, я вида изменила, получается красный. И он у меня уже, вот этот вот шарик, он у меня уже прекрасно. Сейчас вот, например, сделаем блечок. Он у меня уже прекрасно сочетается с этим синим фоном. Ничего сложного здесь у нас нет, да. Ну и единственное, тут мне не хватает просто тонального. Немножко где-то сделать фон потемнее, например, со стороны света, да. Сделать вот его потемнение. Может, не хватает мне немножко кроплачка. Ой, кроплачка, извиняюсь, этого. Умбра какой-нибудь. То есть, чтобы контрастить. Но не суть, не суть. Мы здесь не прям реалистичную картинку хотим выписать, да. А хотим, то есть, смотрите, у меня получается вот это, красный и синий, они как бы переплелись настолько, насколько это возможно. То есть, красный вошел в фон и стал немножко такие, добавились оттенки бордовые, да. Что сразу же притянуло к себе красный, вот этот вот, близко, да, притянул к себе красный этот наш предмет. И наоборот, красный шар, я в нем использовала синие рефлексы, какие-то синие оттенки, и он тут же близко-близко притянулся и прекрасно стал сочетаться с нашим фоном. Так, я тут просто не вижу, что у меня снимается, как на камере выглядит. Вот такое у нас прекрасное сочетание получилось. На этом пока мы остановимся, будем следующие дальше два сочетать. Также видоизменяем цвет и поехали. Ну, к примеру, давайте, теперь у нас какой там мы выбрали еще, оранжевый, да, оранжевый у нас, сейчас, секунду, просто хочу немножко оранжевого поддавить и синего мне надо поддавить. Это пока у нас в теории. То есть, мы изменяем цвет настолько, насколько это возможно, и подгоняем его под остальные цветовые оттеночки в нашей картине. То есть, если бы шарик у нас был зеленым или желтым, и мы бы подогнали этот синий настолько близко к этому зеленому или синему, я сейчас пока с вами разговариваю просто вот именно, знаете, на таких, на, так сказать, на простых цветах. То есть, синий, зеленый, красный, да, это обычные цвета. Я сейчас, мы не углубляемся в какие-то там другие оттеночки. То есть, просто говорим, как сочетать вот самые-самые такие очевидные цвета. Так, давайте дальше. У нас, к примеру, будет оранжевый шарик. Тоже будет давать елочная игрушка, оранжевый шар. Вот я сейчас пока сделаю его таким, да. И какой у нас, давайте сделаем фон, к примеру, бирюзовый. Вот я чисто выбираю на бум. Сейчас мы это сделаем. Но бирюзовый я беру не в чистом виде, я его видоизменяю. И обязательно сюда добавляю оранжевый цвет. Смотрите, да, оранжевый. Он у меня получается такой бирюзово-болотный цвет. Сейчас пока потихонечку, приближая этот цвет к нашему оранжевому шарику, я хочу залить в таких сложных оттенках. Потом мы просто добавим где-то уже совсем чистые. И за счет вот этих сложных оттенков, переплетения разных, да, наша работа, она объединится и прекрасно начнет сочетаться. Так. В оранжевый тоже хочу добавить. Вот я сейчас добавила бирюзы. Смотрите, какой прекрасный получился оттенок для тени, к примеру, да. И он тут что-то вот... Я вот сейчас работаю буквально двумя цветами. И использую только еще немножко тут в разбил. Двумя цветами, но посмотрите, насколько здесь у нас сейчас с вами уже появляется гармония. Есть у меня цвета. Уже появляется некая гармония, некое общение, да, между вот этими цветами, между этими красочками. Хотя здесь я просто выбрали на бум такие очень даже смелые, я бы сказала, цветовые сочетания. Но, тем не менее, мы сейчас постараемся с ними справиться. Хочу вот здесь немножко еще прям добавить таких явных даже рефлексов, да, пусть они не отражаются. У меня здесь просто бумага, обычно она не... Она не там, вообще не грунтована, ничего. Просто вот взяла маленькие кусочки, у меня тут были нарезаны. Смотрите, оранжевый шар прекрасно сочетается с бирюзой. И вообще бирюза, она сочетается абсолютно с этими, со всеми оттеночками. Вот сейчас хочу прям почище, да, оранжевый. Сейчас побольше. Тут у меня просто еще впитывается. Вот сейчас почище видим, да, что он у меня поярче стал оранжевый. И мы теперь можем прекрасно добавить вот этой бирюзы везде, так как у нас уже есть бирюза, где-то какие-то оттеночки в нашем шарике. Можно прям побольше так не бояться оттенять. Так, вот я приблизительно, да, прям не выписываю сильно объем. Смотрите, и немножко добавляем оранжевый, например, в фон. Вот у меня сейчас даже с кисти вырвался сам. Вот. И мы видим, что у нас сочетаются эти цвета, и ничего не выпрыгивает из картины. Ничего не хочет отсюда убежать, никакой цвет, потому что они дружат вместе с собой, дружат. У них завязался разговор, да, как я люблю это говорить. И так мы можем экспериментировать абсолютно-абсолютно с любыми оттеночками. Сейчас еще-еще бирюзу надо добавить. Если бы я сюда добавила любой другой обычный такой простой цвет, а красный, синий, я бы непременно его бы сочетала. Но здесь, смотрите, еще как сочетается. Самое лучшее сочетание это между теплыми и холодными. То есть вот это вот постоянное переплетение тепло-холодных. Если, например, я бы нарисовала, ну, я бы думала, что, я бы думаю, что и, например, синий шар на бирюзе, он бы тоже у меня сочетался непременно. Но, конечно же, самое гармоничное, приятное глазу сочетание, это когда мы сочетаем такие откровенно холодные, откровенно теплые цвета. Например, здесь бирюзу и вот этот вот шарик. Ну, вот такой вот у нас получился второй шарик. Давайте остановимся на нем. И сейчас что у меня здесь еще? Вот этот вот, ну, давайте голубой вот возьмем. Да, голубой, например, голубой и из теплых сразу выбираем, да, сочетание. Вот, например, охристый. Голубой на охре. Ну, у меня здесь, правда, не охра, у меня тут этот серый. Сейчас, секунду. Давайте вот индийскую желтую я выдавлю. Так, индийскую желтую, да, она у нас такая тепленькая будет, тепленький шарик. Индийскую желтую. Ну, вот я сейчас просто заливаю ей шар. У меня тут немножко уже, есть даже оттеночки появляются уже и в этом, и в кисти, так как она уже грязненькая такая. Так, и какой у нас фон там будет? У нас будет голубой фон. Смотрите, я сейчас, например, ну, у меня здесь немножко кисть уже, вот я сейчас не переплетаю и не видоизменяю цвет. Вы видите, что сейчас происходит, да? Цвета практически, ну, очень-очень сложно дружат между собой, то есть абсолютно, да, разные. Вот я сейчас просто голубым залила, как вы видите, фон. То есть идем от простого, тут здесь шли от сложного, здесь сейчас идем от простого к сложному. Вы видите, что, ну, как бы, еще цвета такие не очень приятные между собой, да, не очень приятные оттенки в сочетании. В принципе, можно их сочетать, если постараться очень полюбить это сочетание, то можно. Но не очень-не очень выглядит. Поэтому, что мы сейчас будем делать? Мы сейчас будем подгонять этот фон и этот шарик друг к другу, чтобы они притянулись и начали дружить. И как мы это, естественно, делаем? Я видоизменяю шарик. Смотрите, у меня уже получился. Я уже вношу, смотрите, какой интересный оттенок. Он вроде бы охристит на свету. Но в то же время немного такой видоизменяем вот этот вот цвет. Можно где-то там вот для тени, да, похолоднее прям взять синенький. Слишком темно. Ну, примерно. То есть начинаю подгонять эти цвета друг к другу. Вот пишу элементарно какую-то тень. Дальше еще хочу немножко разбелить. У меня оранжевый въелся. Немножко разбелить. Можно через неаполитанскую, да, получится такой вот приятный цвет. Вот эту вот охру убираем. Вот. Видите у меня? То есть настолько вот эта вот сложность. И теперь с фоном. С фоном. Фон теперь подгоним под этот цвет тоже. Рядышком я вот в этом, да, в этом цвете прям делаю вот такой вот замес. И у меня получается он синий. Ну вот я сейчас добавляю сложные оттеночки. И видим, да, насколько это все объединяется. Я вот сейчас уже смотрю, что уже начинает объединяться картина за счет вот этих вот сочетаний. Итак, мы видим, что наша картина, она объединилась, несмотря на то, что мы совсем немного просто добавили пару мазочков другого оттенка, близкого вот к этому. Даже не то, что близкого, мы просто смешали этот вот с голубой, с этим же цветом этого предмета, да, и все. И, естественно, мы еще добавляем рефлексы на этот шарик. Ну, такие вот слишком маньярки. Сейчас чуть-чуть рефлексов добавляем. И все, мы видим, как у нас все объединилось. Все объединилось и все встало на свои места. Вот такие вот, друзья мои, у нас получились фаны разные. Синий, бирюзовый, голубой. Ну, вот из тех цветов, которые я выдавила, да. Но, тем не менее, мы видим, что мы сочетали абсолютно любые цвета за счет переплетения вот этих вот наших оттенков. Поэтому, дорогие художники, пользуйтесь, наматывайте на уз. У вас все уже и так хорошо получается. Еще каких-то теоретических знаний вы получите. Все это обязательно на практике, обязательно. Без практики никак. Просто посмотреть, это одно, да. Просто что-то там понять, это тоже одно. А вот когда вы уже сами непременно попробуете своими руками, своими вот красками, да, своими оттеночками поработать в таком стиле, можете даже проделать это упражнение. Это упражнение, у кого будет времени, проделайте, пожалуйста. Попробуйте посочетать разные цвета, разные оттенки, потому что у вас краски отличаются все-таки от моих. И вы, проделав несколько раз такое упражнение, да, возможно, с первого раза, у вас уже все встанет на свои места. То есть будет и понимание, и опыт. Поэтому дерзайте. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok